Вон, вообще, вся крыша горит, пипец. Сегодня в разгар бела дня черный дым огромными облаками поднимался практически над центром Екатеринбурга, между железнодорожным вокзалом и Тюзом. Здесь вспыхнула полная больных людей больница. Несколько сотен людских жизней разом оказались под угрозой. Кое-кто в горячке стал прыгать из окон. Правда, быстро выяснилось, что случай был единичным и нет великого ума. К тому же, это был как раз один из виновников грандиозного пожара, охватившего несколько сотен квадратных метров крыши поликлиники номер 2, 3-й горбольницы по адресу братьев Быковых, 16-2. Под крышей в это время врачи вели прием больных. Народу, как обычно, в понедельник было очень много. И тут настоящая пожарная тревога, настоящая эвакуация. Слава Богу, обошлось без паники. Специалисты с полувзгляда поняли, что происходит. Горела исключительно кровля. Исключительно черный выделяя дым. Двух вариантов быть не может. Это загорелся битум при ремонтных кровельных работах. Под внешним признакам было установлено, что на площади 300 метров квадратных происходит горение кровли. После того, как подразделения поднялись на кровлю, было подано два ручных ствола на тушение зрениями газобинозащитной службы. Также была произведена эвакуация персонала и посетителей здания поликлиники в количестве 350 человек. Из них 51 – это сотрудники поликлиники. Также далее были заведены ручные стволы внутри здания. Проверены все этажи на наличие возможных пострадавших. И, собственно, на площади 300 метров квадратных пожар был локализован. Вартоснабжение было организовано от двух пожарных эдрантов на расстоянии 200-300 метров. Согласно данным с портала госзакупок, подрядная организация взялась отремонтировать крышу поликлиники за 6 миллионов 800 тысяч рублей. При этом на именование организации, выигравшей конкурс, не указывается, зато четко и ясно видно уровень квалификации ее специалистов. Легко воспоменяющаяся смесь на основе битума, которой заливали крышу, легко вспыхнула, когда кто-то из специалистов искрометно поработал болгаркой. Потом один из работников, грузный мужчина, 46 лет от роду, все пытался еще до пожарных как-то сбить огонь, и при этом уже было видно, что он изрядно нахватался дыма. Я решила пойти в свой кабинет и закрыть окно. И происходит взрыв. Я, знаешь, закрываю окно, и аж вот меня немножечко подкинуло. Думаю, господи. После его видели уже внизу. Ну а затем он, оказывается, снова поднялся вверх, где ему стало совсем уже плохо. И оттуда его уже без сознания выносили спасатели на носилках. Сначала погрузили в реанимобиль. Через некоторое время, когда ему оказали в нем экстренную помощь, больного передали экипажу обычной скорой помощи. Кошмарот готов у вас? Готов. Вы в больницу привезли? Вы в больницу? Девочки, с аппаратами, мы проводим, мы сейчас все отступим. Кошмарот. Второй пострадавший тоже из числа работников. Причем он и спасаться-то толком не смог. Уже будучи, можно сказать, в соседнем корпусе, где никому ни огонь, ни дым не угрожали, он зачем-то сиганул из окна на крышу козырька пристроя. Лететь меньше одного этажа. К тому же внизу мягкий снег. Но нет, умудрился травмироваться и попасть в официальную статистику, как второй пострадавший. Правда, с ушибом голени его никуда не увозили. Подули, помазали зеленкой на месте и отпустили. А вот его коллега был госпитализирован в тяжелом состоянии. В принципе, каковых трудностей не было. Была установлена высотная техника с двух сторон здания. То есть проезды были, в коротчайшие сроки техника подъехала. Установлены автолестницы, цистерны на пожарных гидрантах, то есть проблемы. На месте работают сотрудники дознания, но по предварительной информации горел утеплительный проблем. Всего на пожаре работал 71 человек личного состава при 25 единицах спецтехники. О локализации объявили уже через 20 минут после получения телефонного вызова. Спустя еще почти ровно 2 часа, без 24 пополудни, пожар был ликвидирован полностью. О том, каковы последствия даже не самого пожара, а его обильной заливки, и что сейчас творится в кабинетах поликлиники номер 2, горбольницы номер 3, можно только догадываться. Но в любом случае, это минимально возможный ущерб. И почти что хэппи-энд на фоне того, чем реально угрожал такой пожар.